МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспитая служба информации телерадио компании Гомелю, студии працуем Маргарита Котова. Глядите в этом выпуску. Лепший наш. Кто стал наставником года краины? Как правильно проводить закупки? Эксперты делились опытом на посажении областного союза наймальников. Попереживание этих штрафов, альбо все разом, подлетков застерегают от делу в несанцинованных митингах. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Крыштальный журавель наш. В Минске вызначили лучшего педагога краины. С 56 претендентов из всех регионов и столицы в суперфинал республиканского конкурса наставник года 2020 вышли 8 конкурсантов. Сярутых и наставник географии Гомельской средней школы номер 19 Вадим Лосеу. Именно в этой он вынеку признанный абсолютным переможцем профессийного споборництва белорусских педагогов. Азнашим, что проставник от Гомельшины лидировал в этом конкурсе у першиню за долгие годы. А кроме абсолютной перемоги, Вадим Лосеу так само стал ладальником первого места в своей номинации, как и наставник биологии 8 школы Гомеля Марина Капцевич. А кроме головной статуэтки конкурсу «Крыштального журавля» наставник года стал так само ладальником автомобиля. И в протяге темы Дня наставника. Первая громадская установа, куда трапляют дети, это детяший сад. А выховальники становятся для малых с оправданными членами семьи. Героиня наступного материала за годы своего педагогичного стажа в детяшем саде, починающий с 1976 года и до сегодняшнего дня, покинула глубокий след у жития многих гомельских семьев. На встречу с выдатником Адукации Республики Беларусь Натальей Тимошенко отправилась Святлана Князева. Мы находимся у стенах детяшого сада номер 170 Гомеля. В этом году исполняется 25 годов работы Натальи Васильевны Тимошенко в якости керавника установы. За эти годы детяший сад переутворился в инновационную пляцовку Министерства Адукации по духовно-моральным выхованию детей дошкольного взрослого. И вот теперь в опыт работы установы в этом на керунку переймают не только детяшые сады из всей Беларуси, а и России. Свой працовный шлях Наталья Тимошенко начала выховальником у 111-м ясли саде Гомельского завода Радиотехнологичного обстановления. И одразу працу молодого и инициативного педагога стали означать. Наталья Тимошенко в свой час была керавником городского метода объединения для выховальников дошкольных установ, читала лекции в областном институте развития адукации. В 2005-м скончила двухгодовые курсы катехизации при Гомельской епархии и отримала махчимость працевать на прамку духовного выхования дошкольников. На протягу 15-ти опошних годов установа тесно супрацовнейшая с Гомельской епархией и батьками. Сама Наталья Тимошенко мает непосредные дочинения до выдания в учебных допоможников по курсе «Основы православной культуры», распрацовки и опробования методик работы с детьми дошкольного взрослого по духовно-моральным выхованием. Она очень часто совершенствует свой труд в плане обучения, в плане выездов на различные мероприятия. И в большей степени эти мероприятия касаются православия. Она интеллигентная, очень тонкая, очень подвижная, у нее куча идей, масса предложений. Она везде хочет быть первой. Нас везде толкала. Мы участвовали во всех мероприятиях, проводимых как областных, так и районных. Везде занимали какие-то места. Вопыт работы Натальи Тимошенко не однойчей транслировался в сродках массовой информации. Она з'является постоянным и активным удельником международных колядных адукационных читаний в Москве. На секции для дошкольных работников доброведают ясли сад номер 170 и вопыт его працы. Таким чином, возникла идея створения на базе детячего сада Международного центра по обмене вопытом. Наталья Тимошенко прочитала количество выросов, которые взяла за основу своей работе. Жизнь не дается нам, плохая или хорошая. А жизнь нам просто дана. А вот какая она будет? Это уже все зависит от человека, от того, как он построил свои отношения с людьми, с близкими и так далее. И это своеобразная лестница, по которой, когда ты поднимаешься вверх, не забывай со всеми здороваться, чтобы тогда, когда ты будешь по ней спускаться, тебя узнавали и тебе подавали руку. Такое ставление до людей приносит свой плен у працы. Многие батьки, которые когда-то сами ходили в группу сада с духовно-моральной накеренностью в работе, сегодня приводят сюда уже своих детей. Я не знаю, тут есть люди, которые допомогут им выховывать малых в лучших традициях православной культуры. Светлана Князева, Евген Макеенко, телерадо и компания «Гомель». Развитие и досконаливание социального партнерства. В бизнес-центре Гомельского химичного завода прошло посяжение областного союза наймальников. Сейчас его членами являются 65 предприемцев и организации региона. 62 из них относятся до 13 галин промысловости. Колька из человек в союзе наймальников свыше 80 тысяч – это свыше 60% от усих працавников промысловой сферы Гомельской области. Тому с таким быным союзом нельга не лечиться, каже его старшиня, директор химзавода Дмитрий Шарняков. На посяжении присутные разглядали некольки важных пытаний. Одно из них – про особливости проведения предприемствами закупок за властные сродки. У якости экспертов запросили працавников Беларусь-Нафты. Там працует властная электронная гандлевая пляцовка, а работники прокуратуры расслумашили и окибывать помылки при проведении закупок. По словах Дмитрия Шарнякова, Совет союза наймальников прослуховывается до усих пропанул промысловцев по удосконаливанию законодавства. Обязательно рассматриваем все предложения, которые связаны с тем, чтобы совершенствовать законодательство. Выходим на более высокий уровень. Прежде всего, это ассоциации предпринимателей, промышленников Республики Беларусь, конфедерация промышленников. Конечно же, наше мнение учитывается и есть положительные результаты. В частности, сегодня еще один вопрос, который будет рассмотрен, как раз таки предложение, рассмотрение предложений от предприятий, которые входят в Гомельский областной союз нанимателей, по внесению изменений и дополнений в соглашение областное о социальном партнерстве. Оно связано с тем, что прежде всего прошло время. Время прошло еще и после вступления в силу новой редакции Трудового кодекса. Конечно же, требуется изменение и дополнение в наше действующее соглашение между нанимателями, профсоюзами и исполнительной властью. Флаг ЮС опустить. На территории пограничной комендатуры Лою прошла урожистая церемония спуску флага и передачи катера Бусил Музею военной славы. Вероника Гамзюкова назирала за воинским ритуалом. Необходностью пополнения флотилии погрангрупы рейдовым катером возникло в послевоенные годы. Войсковцам необходимо было судно для специальных потреб. Патруливание акваторы, доставки грузов, перевозки пограничных нарадов с боевым рычатом и собаками. В вересне 1967 года был побудованный и прошел выпробование первого катера с кодовой назвой Бусил. После чего началось серийное будовництво. Эти два Бусилы потрапили в флотилию Лоевской комендатуры в 2001 году. Их передали в рамках программы «Союзная держава». До этого обо два судна несли службу в Финском заливе. Денис Моисеенко был первым и одином в нашей краине командиром катера с бортовым номером 203. Кажется, сегодня ему журботно развитываться сябром. Где-то я его терпел, где-то ему приходилось терпеть меня. Я знаю каждый болт и каждый уставший шпан голод. И мне особенно радостно в этот день, что катер не погибнет, а продолжит свою жизнь. С выкористанием этого катера пограничники затримали больше за 80 порушальников державной мяжи. Бусил не раз примал в делу в парадах и навод и шел первым. Так само его выкористовывали в здымках шмат серийного фильма «Державная граница». После 12-ти годовой службы ветерану Буслу пришлось завершить боевый шлях. В 2013 году он в последний раз вышел на охову межа в нашей стране. На его измену по программе международной допомоги «Суркап-2» пришел катер кильового класса «Дозор». Задача по созданию неприступного для нарушителей барьера на водном рубеже выполнена в полном объеме. И в настоящий момент продолжается наращивание усилий, чтобы иметь возможность противостоять любым вызовам в обозревой перспективе. Все это стало возможным благодаря мужественным пограничникам и морякам, традицию и опыту старших поколений и, конечно же, верной технике, стоящей на нашем вооружении. И вот на причале учить команду «Стяг» «Гьюис опустить». Под песню «Сустречный марш» офицеры-ветераны развитываются с катером, который служил долгие годы. Вахтовые повольно спускают «Стяг». И он дополнит экспозицию покоя боевой славы пограничной комендатуры «Лоев». Под час церемонии развитания уделники мероприемства вспомнили и тех, кто загинул на водном рубеже под час Великой Айчинной войны. На воду спустили венок с живых кветок. Для меня это великое дело, потому что, во-первых, таких пограничных катеров больше в республике Беларусь нету. Такой пограничный катер будет единственный у нас, в нашем любимом городе Гомель. После церемонии катер отправился в Гомельский областный музей военной славы. Его науковые супрацовники отзначают, что это судно станет каштовым экспонатом. Сегодня оно отдельное во всей Беларуси, пополняя коллекцию боевых машин. Для нас это очень важно, потому что, с одной стороны, это позволит расширить нашу экспозицию, посвященную пограничникам, а, с другой стороны, это все-таки катер. В нашем городе проживает очень много моряков, ветеранов, вооруженных сил еще большой некогда единой страны. Поэтому передача Гомельской пограничной группой этого катера для нас действительно очень важное событие. Вероника Гомзюкова, Андрей Иванов, телерадиокомпания Гомель Злоева. В осень с каждым днем все больше уступают свои правы. Светловый день скорочается даже все частей. В эту пару автомобилисты повинны быть особливо уважливыми по час руху в городе и за его межами. Однако пешеходы и велосипедисты так само часом забывают забывают необходимости выполнения правил и мер застероги на дороге. Разом с инспекторами ДАИ в рейд отправились наши корреспонденты. Гомельский район. Под колы авто трапляет велосипедист. Мужчина пересекал пауночный заходный обход Гомеля. В темноте его не зауважил водитель на автомобиле Феят Море и сдействовал на его наезд. На счастье велосипедист остался живы с шматликими пераломами ребрау яго шпитализовали у Гомельскую областную больницу. Прыклад показывая велосипед з'является адным з самых необороненных транспортных сродков. У вересні у регионе з уделом велосипедистов зарегистровано 4 ДТЗ у яким 1 человек загинул и 4 параненые. Основное порушение таких удельников дорожного руху проезд на забороняльный сигнал светлофора невыкористан светлоотбивальных элементов у темный час суток проезд по пешеходным переходе. Супрацовники Держаутоинспекции у гэтый час надают пильную увагу профилакты ЦДТЗ и активно проводят рейдовые мероприемства. Коли за 8 месяцев минулого года было зарегистровано 20 ДТЗ з уделом велосипедистов, то за такі ж период 2020 года колькас ДТЗ повеличилося до 30, что тысяча здаренев у темный час суток отбылось 9 ДТЗ, у яких загинули 6 человек, а 4 отримали травмы. У вересні зарегистровано 4 таких ДТЗ, у яким один человек загинул, а 4 поранены. Гэтага велосипедиста супрацовники ДАИ спонили поздним вечером у агргородку Бабовича Гомельского района. Молодый человек ехал по проездной часце, а кроме того на его велосипеде было недостатково светлоотбивальных элементов. Инспекторы зарабили вусную заувагу, подарили камизельку, как зарабить велосипедиста больш прикметным на дорозе. Я ще категора у зоне рызыки на дорозе пешаходы. За 9 месяцев 2020 года у Гомельской области отбылось 99 дорожно-транспортных здареньев с их уделом. 12 человек загинули и 88 отрымали травмы разной ступени тяжкости. У темный час суток отбылось 59 ДТЗ. Загинули 11 человек и 50 отрымали травмы. По вине самих пешаходов зарегистровано три здаренья, у яких один человек загинули и двое отрымали травмы. Основная проблема у Сетаеж отсутность у темный час суток светлоотбивальных элементов на оденне. Для популяризации выкрыстанья фликеров стартовала республиканская профилактичная акция «Пешаход». Мероприемства протягнутся до 12 костричника. Руслан Габрилев, Миколай Скентеян, Василий Сепцов, телерадио компания Гомель. Не так полуха штраф, яка знака об администрационном правопорушении, бою она застанет в биографии «Подлетка». Комиссия по справах неполнолетних администрации советского района Гомеля разглядала неколькие эпизодов у относенных до юнаков, которые удельничали в несанцинованных митингах. Какие покарания продуглежены за такие правопорушения и что казали на посяжении комиссии «Подлетки», расскажет Марина Северьянова. Сегодня на разгляде комиссии три справы. Двое юнаков наученцы колледжи один школьник «Подлеткам» от 14 до 17 годов. Каждый эпизод анализуется по особку. В залу посяжения у «Подлетки» разом со своими законными представниками заходят по чарзе. На заседание комиссии вызывается несовершеннолетний законным представителем, опрашивается по обстоятельствам совершения административного правонарушения, почему он туда пошел, с какой целью, осознает, он раскаивается в содеянном, будет он в дальнейшем поступать подобным образом, затем выносится реальное решение. Первая справа у дочинения до 17-годового наученца Гандлево-экономичного колледжа. 27 вересня юнак разом с Сябром был зауважен у местопроведения несанкционного нагомитингу в центре Гомеля. «Подлеток» каже, что был там хвилин 10-15, потом разом с Сябром пошел кафе. На выходе до его подошли правооховники. «Подлеток» признается, что спужался и не одразу походился его отдел внутренних справ для складания протоколу. О неподпорядковании милиции это еще один администрационный артикул. Первый для его удел несанкционованным массовым мероприемствам. На посаджении комиссии «Подлеток» вину признал, растумавшим свои поводины и уличивающий добрую характеристику с места учебы и то, что его выховывает только батька, отрымал наименьшее покарание. Попереджение за удел несанкционованным мероприемствам и две базовые за неподпорядкование правоохонникам. В связи с тем, что наш учащийся был задержан за участие в несанкционированных мероприятиях, хотелось бы, конечно, сегодня призвать всех ребят очень внимательно относиться к тому, в каких местах они сегодня находятся. Вот наш учащийся говорит, что он оказался не в то время, не в том месте, заинтересовался тем, что проходит какое-то мероприятие. Мне хотелось бы призвать, чтобы ребята сейчас были очень внимательны и свое любопытство направляли на то, чтобы получать образование, учиться. Это их первая задача. И, конечно, думали о том, что те поступки, которые они совершают, ведут к последствиям. Вот сегодня наш учащийся был признан виновным за участие в несанкционированных мероприятиях и ему был назначен штраф, и сейчас родители оплачивают обучение, и, к сожалению, им придется оплатить определенную сумму денег, оторвать из семейного бюджета. Это тоже последствия и для самого учащегося, и для самих родителей. С подшатку проведения несанкционированных мероприятиях это родителей с нежелетними детьми. У нас по области пять случаев таких привлечений. Значит, проводятся беседы. Пять человек у нас привлечено к административной ответственности. Ну и, естественно, на этом не ограничивается только привлечение. Предупреждаются лица о том, что нельзя этим заниматься, нельзя привлекать детей. Тем более, исходя из тех виде материалов, которые мы видим, иногда даже с колясочников деток привлекают к этим. Понятно, что где-то с расчета кто-то с целью незадержания с учетом наличия несанкционированного ребенка. Ну и, скажем так, не оправдывает цели и родители просто не думают о тех последствиях, которые могут случиться. Потому что, когда идет, извините за выражение, неорганизованная толпа, всякие могут быть провокации и последствия могут быть самые плачевные даже в плане причинения каких-то физических повреждений внеселетним детям. За отдел о несанкционированных массовых мероприемствах предуглежено попередживание альбо штрафу по мере до 30 базовых величин. Але усе справы разглядаются у индивидуальном парадку. При вызначении покарания уличиваются многие факторы. Утымлико характеристики из места в учебы, станция медиа выховывается подлеток, признание своей вины и ширость раскаяния. Марина Северьянова, Василь Осипцов, телерадиокомпания Гомель. Кумиры Белоруссия так само в Москве. Работы у стыли поп-арт уже экспоновались у библиотеки пять годов тому. Тогда Мастак передоустановит три своих творы. На этот раз Ленинка отримала у подарунок еще 21 золотый портрет. Виталик очень любит Белоруссию. Он здесь родился. Да, у него две родины и обе эти родины он любит одинаково. Так получилось, что друзья в Белоруссии у него все возрасти. Он очень любит Олега Ананева. Почему? Потому что он его правильно направил. Он дает ему правильные советы. Он очень ценит этого человека. Я думаю, что именно поэтому такой дар был этой библиотеке, где Олег Валентинович работает. Ауторская техника сусальное золото на черном аркшкле выник шмат годовых пошиков майстра. Мастак им кнец не имитовать золотый колер, а непосредственно выкористовывать золото. На полотнах глядачей убажут с таких знакомитых людей, как Юрий Никулин, Владимир Высоцкий, Людмила Гуршенко, Сергей Ясенин и многих инших. На Гомельском стадионе «Промень» прошел турнир по мини-футболе сярод-процеников жилево-коммунальной господарки. Организаторы с поборниц областный комитет профсоюза у работников мясцовой промысловости и коммунально-бытовых предприемствов, а так само областный физкультурно-спортивный клуб «Коммунальник». Мероприемство регионального значения на футбольном поле собрались представники организации и предприемства Зусе и Гомельшины. Турнир проходит в другой раз, в першиню его провели в «Хонниках». В «Гонор» 75-й годе вызволения Беларуси. Все лето на годы для спортивного свята юбилей со дня Великой Перамоги. Внешние обставины не дозволили провести гульню ранее, а организаторы выполнены. Лепш поздно, чем николе. В связи с известными событиями мы как-то затянули этот турнир, но я хочу сказать, что находясь в этом прекрасном зале, я думаю, что для наших спортсменов одно так, побыть на этом стадионе это уже большая честь и они подходили перед турнирами и говорили спасибо, что мы на такой арене проведем эти соревнования. Другий областный турнир по мини-футболе скончился перемогой предприемства «Гомель-Водоканал». Замкнули тройку лидеров «Гомель-Абалтеплосетки» и «Жлобинский» уникам. Это и другие новины, информацию о проектах телерадо-компании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте в интернеті по адресі www.tvrgomel.by На этом выпуске завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.